так и так здравствуйте дорогие друзья у нас сегодня я должен был снять корч сегодня радостная новость целка тот который оклад на прошлой неделе мы поменяли на вот эту вот красавицу бмв е46 потому что я всегда хотел снять е46 а уж мечтали о том что она будет у нас и мы будем постоянно снимать они как покупать сколько стоит обслуживание полностью они тест-драйв снять я просто не мечтал но так получилось что то целка мы обменяли напомню то целка будет 2001 года 3 2 мотор этот автомобиль нас е46 максимальная е46 все же самое максимальное которое может быть 2002 года 330 мотор значит рядная естественно 3 литровая шестерка полный привод и автомат автомобиль 2002 года у него естественно это не просто автомобиль дальше я вам расскажу чуть больше про него все прекрасно знают что мы такие снимаем сериалы и недавно мы купили геленваген и тоже будем про него такой снимать сериал про эту машину она тоже будет часто светиться у нас также сериал про е39 дальше мы купим 140 mercedes и в принципе пока все пока на этом установится потому что копить нельзя кстати насчет целка за неделю машина ушла легко поэтому проблем не было вот я сейчас боюсь про ветер но мне кажется не будет сдавать итак сегодня мы я расскажу про бмв е46 конкретно на этом примере на этом автомобиле естественно сделан тест-драйв и сделаем выводы я покажу салон и все остальное так что давайте начнем итак на данный момент конечно покупая бмв е46 можно естественно купить ее и за 250 тысяч полностью убитый автомобиль но всегда вы понимаете что вы покупаете автомобиль для вложения и самое главное чтобы вы вкладывали денег не в кривой автомобиль то есть прежде чем покупаете даже при убитой при нормальной подвеске если вы не сразу загоняете на сход развал как с е36 если вам не удается выставить сход развал при нормальной но не у слишком убитой подвески то соответственно вам эту машину даже лучше не важно что все вложения ваши в итоге уйдут у вас она никогда не будет правильно рулиться она у нас никогда не будет правильно управляться все там бессмысленно она будет постоянно разваливаться причем даже у у новых в идеальном состоянии например как это есть определенные проблемы сам кузов с собой очень четкий и сильные удары и какое-то там смещение жесткости кузова там смещение лонжеронов неприемлемо для этого автомобиля здесь идеальная развесовка 50 на 50 и естественно у них по нашим дорогам есть основные такие проблемы это чашки крепления амортизаторов задний стабилизатор усиленная у старых машина не прогнивает их выдирает просто с корнями естественно потом если уж вы хотите взять хорошую е46 и ездить не париться лучше брать машину с 2000 года не к снегнилым кузовом здесь естественно кузов оцинкованный вот но наше условие очень пагубно сказывается в любом случае следы мелкого кустарного ремонта обычно сразу выявляется и так на что стоит обратить внимание первое даже вот обратить внимание капот не бывает вот это автомобиль ни одного крашеного элемента ни одного он в идеале даже здесь посмотрите капот немножко страдает но вот ты можешь чуть наведешь вот сюда вот от естественно камней но это нормально и посмотрите как долго это все держится тут точковали некоторые места как это долго держится и не гниет то есть даже какой-то намек на какое-то там вот не гниение даже ржавчину не пуляется стандартный идеальный кузов долго сопротивляется мелким сколам дальше естественно мы обращаем внимание на заднюю часть на задние арки которые тоже подвержены ну во первых это зима осень а у нас летят камни очень сильно затрагивает кузов задние арки у старых моделей вот здесь начинают гнить снизу и вот в этих местах то есть на них тоже все тонкие детали начинает в любом случае гнить потому что возраст это возраст далее обращаем внимание на вот эту вот кромку заднюю то есть здесь даже украшенных машин в итоге до года через два через три возникает рыжики здесь естественно вот все конкретно на этом автомобиле в идеале по поводу внешнего вида данный автомобиль пока ничего мы с внешностью абсолютно не делали а здесь стоит оригинальный выхлоп хамом и чип естественно никакой никаким китайская ерунда колеса там да китайский восем который покупают ставят и типа они у них крутые составные болтовые колеса эти колеса стоят оригинально нереальных денег на мой взгляд это настоящий немецкий стиль настоящей немецкой качества и это очень серьезно от японцев отличаются вот это вот мне вот эти диски очень нравится дальше значит про про насадки сначала они мне показали спорные формы но мы чуть затянули вот этот вот задний бампер то есть вот эту вот эту вставку бампер кстати это хамон оригинальный теперь в принципе они смотрятся неплохо но все-таки я бы я бы сделал прямую то есть их прямыми что как чтобы они так не торчали но это на вкус и цвет но самое главное я сейчас вам заведу двигатель и вы послушаете звук выхлопа это волшебство тормоза хамон тоже оригинальная но значит обратите внимание по кузов намного и 46 кузов намного жестче и прочнее чем на е 36 смотрите как двери закрываются это же идеально попробуйте сейчас так на корейских автомобилях мы хотя бы на ну на трех летках на четырех лет как чтобы так закрывать очень тяжелые двери очень тяжелый приятный звук это же это же это вообще ну могли же строить автомобили не то что сейчас естественно это рестайлинг у нас подведенные так скажем красиво достаточно фары рестайлинговый бампер эти маленькие туманки даже есть небольшой намек на расширение да на самом деле если вы видите и видели м 346 там они еще более расширены но спорный момент конечно с точки зрения внешности это с этим цветом черная крыша обычно когда крышу затягивает это намек на то что с крышей что-то не то но здесь пока мы не открывали не смотрели но чисто поэтому вроде все идеале поэтому я думаю в дальнейшем может быть может быть мы все-таки уберем темную крышу значит далее на ранних стадиях значит здесь стоит заводской ксенон полностью с корректором все остальное с омывателем на ранних версиях на старых на старых бамперах галогеновые лампы очень часто бывают мутнеют вот эти вот плафоны их часто приходится менять но это не относится к автомобилям к штатным ксеноном естественно везде значки хамон но что могу сказать по кузову автомобиль естественно если вы возьмете убитый автомобиль по кузову и уезженный то просто какой-то там стрит-рейсера или все остальное все деньги которые вы вкладываете если он будет кривой они будут выкинуты зря поэтому самое главное не не обращайте внимание двигатель не коробку не ходовка это все можно сделать а вот идеальную геометрию кузова идеальная жесткость кузова вы уже никогда не восстановите остальное все можно купить за деньги поэтому если вы покупаете даже убитую бмв за дешево там тысяч за 250 обратите мне сначала загонять у нас вот разова все остальное уже можно будет сделать а что можно дальше внутри будет сделать давайте я вам покажу под капотом и так значит под капотом конкретно здесь у нас стоит топовый автомобиль двигатель его можно быть самым лучшим из тех золотых времен бмв это трехлитровая рядная шестерка 24 клапана двойной ванос это кованые шатуны сам по себе блок алюминиевый голова алюминиевая но есть вставки чугунные который позволяет нам ремонтировать двигатель все кто это слышит класс он идеален и очень можно отремонтировать надо действительно но чтобы убить поршни здесь нужно я не знаю что сделать двигателем даже если вы будете греть постоянно там будет задний сальник выбивать поэтому с двигателя спокойно на этих кстати на этих сложно очень пробег скрутить то есть надо с трех с ключа там с карты из панельки их с их потом грубо говоря пробег очень сложно подогнать то есть на ключе будет один пробег у вас на панели другой пробег вот поэтому будет сложно поэтому в основном с них не скручивают эти пробеги моторы ходят 250-300 тысяч километров вообще без проблем чтобы у вас мотор ходил долго при покупке нужно первое естественно обратить внимание на масло масло здесь имеет огромное значение это масло здесь естественно вся система регулировки клуба все гидрокомпенсаторы вся башка все это зависит от масла ванас и все от масла поэтому если вы будете заливать плохое масло у вас будет плохой двигатель бмв это первое этот хозяин сначала заливал кастрол и у него она жрала масло то есть ну предыдущий но потом с кастролом перешел хотя здесь написано байверик будет кастрол потом он перешел с кастрола на масло на букву м не мобил и жор прекратился и все стало дело в идеале поэтому масло здесь номер один чаще менять масло ну хотя бы раз там восемь тысяч в десять тысяч ну это вот и все у вас будет хорошо главное чтобы естественно было правильной компрессии далее значит второе не перегревать но перегрев они держат я уже говорил не перегревать вы меняете термостат вы меня вы меняете сразу же оригинальный антифриз заливаете туда именно бмв и естественно вы следите за вискомуфтой охлаждения потому что они могут вентиляторы вот конкретно здесь они часто выходят из строя то есть он обязательно должен всегда крутится проверьте нагреть и посмотрите работает он или нет и в третьих вам нужно обязательно прочищать грубо говоря снимать радиаторы раз хотя бы в год в полтора и полностью херкером прочищать чтобы у вас было нормальное охлаждение если эти два эти если две вещи у вас будут сохранены ваш мотор постоянно будет у вас будет нормально работать в анос и она у вас будет ехать постоянно и будет постоянно выдавать заводские показатели следующий значит момент естественно нужно жор масло обычно бывает проблема с вентиляцией картерных газов вот это одна из нас на самом деле проблем остальная электроника здесь достаточно надежная то есть бывает по мелочи выходят из строя некоторые дать некоторые датчики но ничего серьезного основу везде как бы на этих автомобилях естественно составляет именно такие же рядные шестерки там бывают разные объемы разная мощность то есть это 2.0 2.2 потом 2.5 2.8 вот ну вот это вот пиковый мотор когда как который когда-либо стоялся на бмв далее по автоматам здесь стоит пятиступенчатый стептроник zf это самые надежные автоматы когда-либо как когда ставились на бмв и естественно пятиступенчатая механика но что можно про них сказать авто автоматы достаточно идеальны но кто-то говорит что они не обслуживаемые но раз 100 тысяч лучше там поменять масло по двигателю по коробкам здесь проблем нет система полного привода здесь достаточно элементарная на x drive именно вот здесь вот у нас стоит распределение 62 на 38 у нас свободный дифференциал привода от x5 здесь стоят так что здесь все надежно кому-то кто-то должен говорить что в принципе автомобиль должен с бмв должна быть заднеприводная но так как владелец этого автомобиля будет ездить на ней зимой и постоянно поэтому все таки полный привод для наших условий одинаково не тупо это не муфта это настоящий свободный дифференциал вот в принципе так то можно сказать что все у нас по ну здесь еще стоите как мы видим не штатная распорка закрываем давайте вы про подвеску и так значит по подвеске спереди у нас стоят одни такие большие массивные рычаги снизу на заднем приводе они алюминиевые шаровые меняются только вместе с рычагами это достаточно дорого поэтому если у нас там проблема вам нужно менять рычаги целиком вот именно здесь вот рычаги кованного кованые вот именно вот здесь вот рычаги и стальные и шаровые здесь меняются отдельно и они как бы более крепкий для полного привода поэтому здесь с точки зрения естественно обслуживания здесь достаточно дешевый вариант как бы обслуживания именно этой подвески а так основная проблема спереди это у нас вот эти вот рычаги сзади там все просто там многорычажкой к счастью все соленблоки меняются отдельно поэтому там особых проблем нет поэтому подвеска здесь раз сделать не менять по одной резинке постоянно каждый раз когда вот там деньги накопится раз нормально сделать там вложить там 15-20 тысяч чтобы она вас и смело можете проезжать 70-80 тысяч без проблем поэтому подвеска здесь а как она рулится естественно мы чуть испытаем дальше итак значит садимся в салон максимальная комплектация все что вообще когда-либо ставили стоит здесь а черная крыша признак премиума да кожа пластик в сравнении с новыми автомобилями вообще не идет он мягкий везде тогда те времена как хотя как кажется 2002 год как это было давно реально дешевого пластика нигде не использовали здесь вообще нет здесь все сделано очень не знаю на века реально но вот кто себя в новых трешках это же заплакать можно если в них сесть особенно в бедную комплектацию ужас какой то значит так здесь естественно с электропривод сидений полностью вот на этом сидении покажу очень хорошая боковая поддержка регулируемые нижние валики то есть под себя можно построить ну просто вот как вот в лито я сижу давно и так реально удобно машине не сидел то есть можно также высоту подъема вот этой вот нижней подушки подстроить руль регулируется по высоте и по вылету а вот тогда вот вот он так вот поэтому посадка здесь естественно ощущение немножко вот узковато немножечко но это для меня то есть чисто мое вот такое добавление так все идеально все есть давайте посмотрим кнопочки и так значит по кнопкам регулировка зеркал с подогревом естественно ну вот если у нас блок управления в светом а очень очень и очень и очень и очень нравится м руль очень пухлый удобно очень лежит по моему даже на м как такой же шо очень похож здесь есть такие удобные как бы вставки под пальцем вот чтобы вот так вот там держать здесь у нас регулировка звука значит к управлению круиз-контролем управление бортовым компьютером кстати пробег как у нас 110 тысяч пробег у нас на автомобиле 110 тысяч в принципе не перегружена абсолютно кнопками вот это в центре у нас огромный дисплей если у вас стоит бмв такой дисплей значит но в 2000 году значит это максимально практически комплектация здесь также у нас как видно видно да телевизор телевизор который ловит все программы абсолютно с предыдущей владели сюда вставил и для более качественного звучания вот сюда вот магнитола пионер вот естественно теперь все читает абсолютное сидим по три туда-сюда далее значит сейчас мы заведем наш какой звук ведь это просто невозможно в комбинации приборов значит у нас классическая бмв это спидометр тахометр обязательно уровень то есть температура двигателя дальше значит топливный бак и все но в центре не такой развитый информационный дисплей как например там на новых автомобилях вот здесь мы на этом ручешке меняем температура за бортом 18 у нас расход на это кстати реальность запас хода средняя скорость автомобиля и время вот так минимум ну для того времени в принципе вся необходима информация далее климат-контроль к сожалению здесь однозонный климат-контроль вот мы здесь можем потоки выбирать включим сейчас его четко вот все включим 16 градусов мне кажется это слишком жарко по и холодно по 20 градусов вот значит далее естественно магнитола здесь у нас блок управления стеклоподъемниками как на немцах того времени 4 стеклоподъемника автомат p rnd понятно и ручной режим как спортивных автомобилях плюс на себя то есть минус от себя естественно то есть плюс повышает минус понижает передачу далее значит подогрев сидений отключаем система стабилизации шторка вот шторка непонятно зачем нужно это в тонированных автомобилях система спуски с горы вот но это как бы у нас активно там работает система стабилизации далее значит аварийка блокировка дверей ну и подлокотник тут все в принципе так ну как интересно загибается круто вот вывод по салону очень качественно естественно если вы как не какой там ведро купите где там все уже скрипит и все остальное очень по подогнано качественно поэтому салон прям на высшем уровне у е-46 так значит что могу сказать но для тех кто сидел в е-36 здесь просто лимузин премиум сегмента по размеру место здесь стало намного больше чем в е-36 но недостаточно то есть я вот упираюсь коленками ну что сидеть удобно очень очень удобно вот это вот подушки которые плавно нас как бы вот так вот обнимает за и сидеть удобно но место мало и головой достаточно серьезно упираюсь подлокотник без вставок и здесь по моему сопл вентиляции нет для задних пассажиров нету но здесь только стеклоподъемники все но так сочетание дерево светлой кожи черной кожи тут везде строчка очень дорого очень дорого смотрится очень дорого открываем багажник естественно это вообще не понимаю кто е-46 ради багажника покупает главное как бы как бы типа есть вот значит далее обратите внимание встроенный сабвуфер здесь но это естественно не штатная исполнил штатная комплектация усиление оригинальной распорки бмв о чем я говорил укрепляет передние и задние чашки это основная их болезнь поэтому советую вам тоже такие поставить сзади у нас дака а нет запасное полноразмерное колесо но здесь она зимняя лежит вот и обратить внимание шумоизоляция уже но это не заводская это уже доп как бы хозяин уже предыдущий делал сам а вот закрываем усилитель сзади ты видел да здесь усилитель стоит да шикарно сделано и не дешевый сабвуфер шумка ну что а кстати да вот обычно не так это не так звучит это в стандартных автомобилях здесь полностью шумоизоляция в автомобиле сделано так что ну что давайте поехали итак заводим наш замечательный автомобиль предупреждаем могу от удовольствия визжать как счастливый школьник или школьница так давай чуть-чуть этот обдуву ну что заводим очень какой приятный пухлый руль во футболе ну мотор у нас будет чуть громче звучать чуть громче потому что там можно я чуть окно открою чтобы звук услышать это блин ну это же надо такое сделать а я не знаю у нас наверно вряд ли в россии могут выхлоп подобные сварить потому что звук здесь шикарен шикарен нравится мне старые боевые вот ничего не могу с собой поделать аккуратненько сейчас проедем кстати подвеска достаточно такая здесь породистая то есть она хорошо управляется но не зажата что-то схоже с сам автомобилями выезжаем давайте просто тут климат выключим попробуем ускорить хотя бы до 100 сейчас у нас будут отдельные по замерам потому что мы кое-что здесь делаем а сейчас как бы что в обычном да в обычном режиме три человека в салоне и резкое ускорение как она до шести с половиной докручивается так 7 иж 4 у нас до 100 и к сожалению я не знаю сколько она сколько она едет так себе можно климат включить сколько она едет не посмотрел заводской характеристики да в общем неплохо неплохо так руль с ростом скорости мне очень нравится управление аккуратненько аккуратненько выезжаем на на полосу основного движения уже городского движения напольная педаль газа все прям как бы на звук на низу можно вообще здесь музыку не включать звучит двигатель идеально особенно с этим выхлопом ну так чувствуется все идеально к сидим прям абсолютно премиуме то есть ни один автомобиль даже новый д-класс вам не даст такого ощущения единственное отметить маленькие зеркала нереально маленькие в них мало что увидишь и мы не видим капот то есть габариты с трудом будут чувствоваться данного автомобиля ну тех кто первый раз садится за руль естественно водители водители привыкают уже к ним потом в дальнейшем но пока и не очень низко мы сидим кстати да то есть очень удобное сидение очень удобно все прям супер честно ну супер но я не знаю но сколько какая какой новый автомобиль даст вам такие ощущения вы сядете вот в трешку например сколько сейчас трешка стоит 320 стоит полтора миллиона новая но там не так все по салону будет радостно так автомат вообще без толчков без рывков переключает незаметно 2002 год незаметно и идеально выезжаем аккуратненько весело очень шикарный мотор докручивается моментально вы посмотрите как работает автомат шикарно шикарно просто 140 150 машина вообще как влетая идет 170 и тормоза какой кайф но чуть бьет исчезну я здесь дорога она может здесь чисто дорога нет ни грамма биения сейчас попробуем еще раз у нее нет вот это включаем поворотник а ну да здесь действительно кочки серьезно даже без тормозов биение идет ускоряемся и подрифтить к сожалению к сожалению но зимой у этого автомобиля будет явная склонность к заносу жопы потому что распределение все таки назад основной момент дается класс слов нет мне очень нравится очень чувствовать что тебя не какая-то там двухлитровая фигня двигает турбированная да как в новых бмв а настоящий 6 цилиндров кованые шатуны по нас ну куда все это делать могли же раньше делать какой подхват какой подхват какой звук ну на самом деле кому то может показаться он громковатый и на каждый день может замочить но он не знаю это все зависит от степени нажатия на педаль вот даже вот я еду в D автомат всегда готов там переключить вот сейчас две тысячи вот сейчас нажимаю моментально переключает и выкручивает мотор очень ровный здесь нет очевидных каких-то турбоподхватов с любой передачи тянет и здесь вот очень хорошая комбинация между автоматом и мотором они друг друга понимают и настоящий драйверска как называют немцы или как даже англичане американцы везде то есть автомобиль для водителя который реально приносит удовольствие так у нас лада гранта спорт и он решает полихачить ну давайте посмотрим в эту же цену автомобиль лада гранта спорт да не в эту же он BMW дороже и мы ему сейчас подышим на второй раз подряд случается встреча здесь в прошлый раз мы дышали Mercedes 221 сейчас лада гранта все втопил парень но ненадолго к сожалению ненадолго тут без вариантов идеально держит но здесь короткая база дает о себе знать все таки машина прыгает на неровностях но это излишки конструкции издержки конструкции или просто качество наших дорог или качество наших нет но я здесь все тестирую поэтому аккуратненько но обратите внимание подвеска не гремит не пулькает там не скрипит да и салон даже не скрипит да кстати по салону да тоже я набросил внимание разве что зубы оператора скрипят на заднем плане я чувствую что он пытается поймать штатив и не может потому что тряска нереальная но ребята тачка ну естественно никакого сноса не будет машина очень плавно проходит повороты и так давайте немножко мы звук еще раз попробуем я замерюсь здесь и мы звук со стороны послушаем динамики динамического скорее чтобы вы со стороны послушали звук этого разгона потому что со стороны он просто и заодно замерим как бы гоупро здесь будет постоянно включена давай выходите а ты со стороны сзади прям сними чтобы был прям а и и 7,2 Лучшая Итак, значит Итак, значит Что можно сказать Эта машина Про E46 есть очень много вопросов Которые даже у меня есть еще остались вопросы Эта машина будет у нас Мы полностью будем выкладывать Проблемы, которые мы возможно выявим По стоимости ремонта Поэтому если вы покупаете E46 Покупайте, мы вместе будем Разбираться Часть я буду снимать видео про них Часть я буду выкладывать в соцсети Это инстаграм, вконтакте Ну какие-то мелкие расходники Так что подписывайтесь Там достаточно часто будет светиться этот автомобиль Также мы купили Геленваген И потом мы купим 140-й Мерседес Чтобы не опираться на форумы На какие-то Слухи, отзывы Мы сами, реально, сами все проверим Насколько сложно И сколько самое главное стоит Обслуживать автомобиль А по этому автомобилю пока она в идеале Пока в ней проблем нет Но все-таки там Биение тормозов есть Я это заметил Может быть это Немножко с подвеской Какая-то проблема Мы обязательно решим Но расход Расход 18 литров 17 в активном режиме В спокойном будет около 14 Я так думаю Все-таки полный привод постоянный И мощный двигатель дает у себя сдать Но хотя бы 231 лошадь не так много Как по налогам бьет Но пока Вот если сесть и покататься Она идеальна Она идеальна Она хорошо рулится Естественно есть там небольшой только руль Люфт в руле Еле заметный Но не профессионал этого не поймет Так что сейчас у нас будут небольшие изменения Я хотел двинарь выложить на этой неделе Следующее будет видео Ответы на вопросы А двинарь будет на следующей неделе Спасибо большое за внимание Подписывайтесь Я думаю что начинается Самое интересное Именно с сентября С октября начнется серия сюжетов Про самые популярные Вторичные иномарки Спасибо До свидания